Здравствуйте! Это программа Город Эсс и я Елена Чернявская. В современных условиях необходимо формировать у детей осознанное выполнение правил поведения в условиях улицы, природы и быта. Ребенок не может себя защитить, но может избежать опасной ситуации. Поэтому педагоги совместно с различными профилями ведомствами, родителями обязаны подготовить ребенка к опасным ситуациям, привить привычку относиться ответственно к личной безопасности. В целях повышения безопасности детей в начале учебного года, восстановления у них после школьных каникул навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте, а также адекватные действия при угрозе и возникновении пожаров в образовательных учреждениях города, проходит месячник безопасности детей. Вот об этом я говорю с моими гостями в студии. Ольга Владимировна Фурашова, заместитель руководителя департамента образования администрации городского округа Самара и Евгений Алексеевич Глушенко, заместитель руководителя департамента образования администрации городского округа Самара. Здравствуйте, уважаемые гости! Ну что же, сегодня 4 сентября, начало учебного года, первый день сегодня. Детки отправились в школу, во-первых, я вас поздравляю с этим праздником, потому что, конечно же, безусловно, вы причастны к этому. И прежде чем буду задавать сегодня свои вопросы, я хочу предоставить вам приветственное слово с поздравлением, конечно же, ваших коллег, родителей, но и самых главных – это учеников. Пожалуйста, кто начнет? Ольга Владимировна. Конечно же, хочется поздравить всех участников образовательного процесса с началом учебного года, родителей, учеников, педагогов, бабушек, дедушек, всех, кто каким-то образом причастен к образовательному процессу. Неважно, пошел ребенок в детский сад, воспитанником являясь, либо он является учеником в школе, для всех это праздник, день знаний. И с этим я, конечно же, всех поздравляю. Пожалуйста. Я присоединяюсь к словам Ольги Владимировны. Хочется пожелать нашим дорогим учащимся успехов, получать только хорошие оценки. Но родителям терпения. Также поздравляю педагогов с этим нелегким. Нелегкий действительно труд. Поэтому успехов в новом учебном году. А тем более в этом году такая ответственность особая на педагогах. 2023 год объявлен годом педагога-наставника. Поэтому это и ответственность раз, ну и, конечно, работа. Работа на воспитание и образование наших детей. Ну что же, давайте поговорим о месячнике по безопасности. Во-первых, какие мероприятия запланированы в рамках его проведения? Ольга Владимировна. Месячник по безопасности начинается в 20-х числах августа и продолжается до конца сентября. И, конечно же, в этот период максимальное количество всех мероприятий предусмотрено. И создание безопасной окружающей среды вокруг ребенка. И различные мероприятия, которые направлены на профилактику этих каких-то чрезвычайных ситуаций. Но, конечно же, работа по безопасности по завершению месячника не закончится. Эта работа продолжается постоянно в течение всего учебного года и даже продолжается летом, когда дети отдыхают в лагерях с дневным пребыванием и в загородных лагерях. Ну, конечно же, месячник безопасности, вы совершенно верно заметили, что он проходит в течение всего года, потому что имеет некую сезонность. Перед началом учебного года детей нужно подготовить к различным ситуациям, которые могут встретиться и в транспорте, и на дороге, и на водных объектах, которые, конечно же, еще не закрыты. Но, тем не менее, вот сейчас напомнить детям, как правильно переходить дорогу. Все-таки это, скажите, прерогатива в первую очередь родителей, либо общественных организаций и школы в первую очередь. Вот как вы считаете? Ну, я считаю, в первую очередь, это прерогатива родителей, потому что ребенок смотрит на своих родителей, родители закладывают азы именно безопасности, не только дорожного движения, пожарной безопасности, обращение с электроприборами дома, с родителями выходит на улицу. Соответственно, ребенок сразу обращает внимание, как в той или иной ситуации ведет себя его родитель. Да, мама или папа. Мама или папа, совершенно верно. Это переход на запрещающий сигнал светофора, да? Это пешеходный переход. Это, соответственно, выход и вход в само учреждение. Либо это школа, либо это детский сад. И, соответственно, именно родители закладывают все азы в ребенка. В части этого огромный комплекс мероприятий проводится со стороны Департамента образования учреждений. Три раза в неделю по графику проводятся выездные занятия мобильной лаборатории правил дорожного движения в образовательных учреждениях. Раз в неделю по программе ПДД проводятся занятия по обучению обучающихся городского округа. Проводятся пятиминутки перед основными занятиями. То есть комплекс мероприятий, он огромен. До 1 сентября были осуществлены выезды учреждения. Проверено, как нанесена разметка перед входом в учреждение. Имеется ли она вообще в наличии или не имеется. Часто бывает перекладка асфальт-дорожного покрытия. После чего положили асфальт-дорожное покрытие и забыли нанести, соответственно, разметку. Она необходима, конечно. Совершенно верно, она необходима. На все эти моменты обращаем особое внимание, чтобы быть спокойным, что наши дети пошли спокойно в школу и были в полной безопасности. Ольга Владимировна, скажите, пожалуйста, вот насколько востребован этот комплекс мероприятий, мероприятий среди детей, ну и, конечно, родителей. Вот какой отклик мы видим у детей, насколько охотно они слушают специалистов, которые приходят из различных ведомств и проводят такие занятия. Родители, насколько откликаются вот на такие мероприятия. Расскажите, пожалуйста. Конечно же, родители в первую очередь заинтересованы в том, чтобы такой месячник в школах проводился, потому что здесь проводится с детьми комплексная систематизированная работа по воспоминанию тех правил поведения на дороге, в транспорте, дома, в школе с детьми, которые несколько отошли на второй план после летних каникул. И родителям очень важно, чтобы, учитывая возрастные особенности ребенка в игровой форме или в форме каких-то более серьезных занятий, если мы говорим о детях старшего возраста, все эти навыки были задействованы, чтобы дети вспомнили все эти правила поведения. Поэтому, конечно же, родители очень рассчитывают на школы. Ну а школу, в свою очередь, рассчитывают на родителей, потому что если в школе мы говорим о том, что нужно подождать и дождаться правильного сигнала светофора и только потом переходить, но в то же время, если мама ведет ребенка в школу, очень торопится, боится опоздать на урок и не дожидаясь зеленого сигнала светофора, все-таки перебегает, то ребенку порой очень сложно вот в таких двойных стандартах понять, где же дадут. Это правда, мама так делает, а здесь на уроках говорят, что нужно обязательно дождаться. Но в большинстве случаев, конечно же, дети младшего школьного возраста, они все-таки ориентируются на родителей. А вы знаете, я хочу вам вот какой вопрос задать. Скажите, с каким учетом и как разрабатываются эти мероприятия? Каждый год добавляется что-то новое, интересное, современное, я не знаю, мобильное? Наша сейчас молодежь продвинута настолько, что вот просто прочитать лекцию, я думаю, что будет не совсем интересно. Кто этим занимается? Наверняка созданы методические какие-то мероприятия, отделы. Что-то новое, креативное привносится? Расскажите, пожалуйста. Совершенно верно. Конечно же, привносится, потому что мы должны идти в ногу со временем и делать занятия интересными для детей. И чем интереснее будут занятия, тем лучше будет результат, на который мы рассчитываем. Во многих школах созданы уголки безопасности дорожного движения. Как правило, они располагаются в рекреациях, где начальные классы. И созданы такие пространства, смоделированные, да, в которых учащиеся могут себя проявить как в роли пешехода, так и в роли водителя, используя, ну, например, самокат или там еще какое-то такое подручное мобильное устройство, да, и проиграть, проработать в ролевой игре ту или иную ситуацию и почувствовать себя в роли пешехода или водителя, например. На улице Самары выехала мобильная лаборатория безопасности. Днем она работала в парке Гагарина. Педагоги представители центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма провели урок, на котором дети изучали правила дорожного движения. Подробности у нашего корреспондента. Какое лекарство предпочитал Гагарин? Варенье. Варенье. Самая лучшая лекарство. Первый урок нового учебного года проходит в форме игры. Занятия по безопасности дорожного движения проходили в парке Гагарина. Для этого на площадку выехала мобильная лаборатория безопасности. Пять команд школьников младших классов проходили квест. Они учились собирать аптечку автомобилиста, расставлять дорожные знаки, ездить на велосипедах по правилам. Мы все участники дорожного движения. Если сегодня мы воспитываем ребенка как грамотного пешехода, как ответственного пассажира транспортного средства, то дальше это будет. И очень ответственные водители. В целом у нас будут участники движения в дальнейшем, соблюдающие правила. А это, конечно, и профилактика детского дорожного транспортного травматизма. Подобные уроки для школьников Самары давно стали традицией. Проводят их педагоги и центры по профилактике дорожного транспортного травматизма. Очень с удовольствием, как и дети общеобразовательных учреждений, также активно участие принимают в воспитании детских садов. Эффективность колоссальная, я бы сказал. Правила поведения на дороге школьники продолжат изучать и дальше. В течение всего учебного года инспекторы ГИБДД проводят с детьми и их родителями семинары и круглые столы. Продолжаем наш разговор. У меня к вам вопрос. Евгений Алексеевич, скажите, а какие мероприятия прошли в рамках антитеррористической направленности? 29 августа 2023 года в муниципальных образовательных учреждениях, подвесных департаменту образования, состоялись учения по действиям сотрудников охранных организаций, а также персонала образовательных учреждений при совершении преступлений террористической направленности. В учениях были задействованы 380 образовательных учреждений, 595 объектов. Более 19 тысяч приняли участие в данном мероприятии. Это 18 тысяч педагогов, порядка 18 тысяч педагогов, 595 сотрудников охранных организаций. Это сотрудники, представители МЧС, МВД, Росгвардии Самарской области. В ходе учения было отработано 14 водных. Это вооруженное нападение человека на образовательное учреждение, либо на территорию, проникновение на территорию образовательного учреждения. Это минирование объекта, это срабатывание взрывных устройств на территории, а также атака беспилотного летательного аппарата. В рамках проведения мероприятий сотрудниками образовательных учреждений проведены теоретические и практические занятия. Достаточно масштабные были организованы мероприятия с эвакуацией сотрудников из учреждений, соответственно, отцеплением того места, где произошло либо вооруженное нападение, либо минирование. Сотрудники отработали, я считаю, на 100%. Не замедлительно прибыли сотрудники Росгвардии. Был сформирован штаб по работе учений. Соответственно, штабом потом были проанализированы действия всех сотрудников. Сделаны какие-то замечания, предложения были внесены. Такие, как, допустим, после эвакуации обратить особый контроль за контрольно-пропускной режим. В школу? В школу. Ну, соответственно, не в школу, это в каждое учреждение. Угу. Что показали вот эти мероприятия, что показали эти учения, к чему, может быть, нужно стремиться, или вот все прошло настолько идеально, что можно сказать, что действительно сотрудники квалифицированы, подготовлены? Ну, соответственно, сотрудники действительно подготовлены были. Сделаны замечания, они незначительные, но они были. Наша задача, чтобы педагоги поняли, поняли, как необходимо действовать в той или иной ситуации при вооруженном нападении, либо это минирование. То есть, ими должен быть отработан алгоритм до автоматизма. Да. После чего уже в сентябре месяцем нами будет проводиться подобное учение уже с обучающимися, учащимися. Ну, в реальной ситуации, да? Нет, в реальной ситуации, это все-таки же в рамках учения проводится, такие мероприятия. А если говорить вообще о безопасности в школах Самары, что можно отметить? Скажите, пожалуйста. Можно отметить, что на сегодняшний день в каждом учреждении находятся по два специализированных сотрудника охранных предприятий. Что наиболее детально можно будет прослеживать появление посторонних лиц, появление подозрительных предметов, как на территории школы, так и во всех образовательных учреждениях, на территории объекта, так и на самом объекте. Установлены видеокамеры по всему периметру. То есть сотрудник физической охраны, он может наблюдать все перемещения абсолютно по как территории, повторюсь, так и по зданию в целом. Ольга Владимировна, а вот если все-таки говорить о безопасности в школах, на что стоит обратить внимание, конечно, детям и родителям? Как вы считаете? Детям и родителям стоит обратить внимание на правила поведения в школе. В каждой школе они прописаны и доведены до сведения детей и родителей. Но это самое элементарное правило поведения. Понятно, что ребенок не может стоять на перемене, особенно ребенок младшего школьного возраста. Понятно, что у всех имеется потребность в движении, они бегают, прыгают. Это нормально в этом возрасте. Но тем не менее мы все равно должны проговаривать с детьми, где можно вести себя активно, где нельзя. Для того, чтобы каким-то образом подвигаться, нужно выйти на перемену в коридор. Не проявлять активность в классе, поскольку есть углы пар, различные травмирующие предметы. И это очень важно. И наши педагоги ежедневно проговаривают такие вещи с детьми. Потому что ежедневно среди обучающихся младших классов организуются пятиминутки, на которых в той или иной ненаващивой форме ежедневно, за дня в день, такие моменты проговариваются. 1 сентября прошел всероссийский урок безопасности во всех школах, во всех классах. И там были освещены все эти моменты. Также особое внимание уделялось и информационной безопасности. Потому что, говоря о безопасности, мы, как правило, подразумеваем физическую безопасность. Но информационная безопасность, она тоже плотно очень входит в нашу жизнь, поскольку, начиная уже с 7-летнего возраста, у нас у всех детей есть телефоны, как правило, выходы в интернет. И не все дети умеют правильно вести себя в пространстве интернета. Этому вопросу тоже большое внимание уделяет наш педагогий в школах. А вот скажите, пожалуйста, в рамках Мещника по безопасности какие специалисты вообще привлекаются? Вы замечательно сказали про информационную безопасность. Мы говорили про сотрудников МЧС, ГИБДД, о линейном управлении на транспорте, как, опять же, вести себя правильно на железной дороге. Особенно, если образовательное учреждение находится вблизи железной дороги. Вот ведь интересно лекции послушать, как говорится, из первых уст. Каким образом составляется план этих мероприятий, чтобы эти специалисты посещали детские сады, школы и, конечно же, колледжа? Евгений Алексеевич. Ну, соответственно, сами родители, это бесценный вклад вносит именно в профилактику дорожно-транспортных происшествий, дерзко-дорожно-транспортных травматизма. Создаются родительские патрули, которые в сентябре находятся на входе в школу, осуществляют контроль за входом и выходом, соответственно, детей, переход дорог, соблюдение вообще в целом требований дорожной безопасности. Постоянно анализируется нами детский дорожно-транспортный травматизм. Ну, и, соответственно, с привлечением, как вы уже ранее сказали, различных служб происходят все эти мероприятия. Интересные встречи проходят с представителями этих служб. Отклик какой среди детей? Расскажите. Вы знаете, интересно проходят эти встречи, потому что привлекаются не только обычные специалисты этих ведомств, но и привлекаются родители обучающихся, которые работают в этих ведомствах. И, как правило, в школе всегда найдется родитель, который является пожарным, или родитель, который является сотрудником поисково-спасательной службы, или сотрудником ГИБДД. И когда на встречу с детьми приходят именно такие специалисты, которых дети знают, они понимают, что это неформальный уже, неформальный подход, да, и по-другому совершенно относятся. И такие мероприятия, они еще и носят такую профориентационную направленность. Потому что дети постарше, слушая рассказы этих сотрудников в своей работе, возможно, в будущем и выберут это в качестве своей профессии. А давайте сейчас немного времени уделим о безопасности именно в школах. Вы знаете, происходят разные ситуации, даже порой и не по вине самих детей. И, ну вот, к примеру, произошел несчастный случай в школе, или драка, или распространение каких-то, ну, не совсем законных веществ. Скажите, вот здесь кто несет и какой ответственность, Евгений Алексеевич? Ну, соответственно, о всех случаях, происшествиях нам незаменительно сообщают. Сообщают старшие, которые назначены во всех учреждениях. Соответственно, нами тоже анализируется обстановка в учреждении. Соответственно, с администрацией школы, совместно с родительским комитетом, уже каждый факт такого происшествия рассматривается в отдельном порядке. Потому что, ну, очень, как вы говорите, огромный комплекс именно направлен на предотвращение и наркотических средств в школах. Это особое внимание этому необходимо уделять, чем мы и занимаемся. Это, соответственно, и нахождение посторонних лиц, где физическая охрана сразу срабатывает. Целый комплекс мероприятий направленный. А чтобы предотвратить такие происшествия, как вы считаете, в первую очередь, кто и что должен делать? Это работа родителей дома, конечно, в первую очередь. Ну, и педагогов, классных руководителей, психологов в школах. Однозначно. Это комплексная работа с детьми. И если какое-то звено из этого комплекса будет выпадать, то работа не будет осуществляться в той мере, в той степени, в которой она должна быть, и не принесет тех результатов, на которые мы будем рассчитывать. Поэтому только совместная работа всех специалистов, всех педагогов, родителей вместе поможет нашим детям сохранить свое здоровье и жизнь. И безопасность. И безопасность в том числе. В том числе, да. Да, вот мы говорили сегодня в нашей программе о месячнике безопасности и неустанно повторяли, что этот месячник будет проходить круглый год. И специалисты будут посещать и детские сады, и школы. Но вот все-таки, не стоит ли пропускать такие встречи? Сто ли процентов можно с уверенностью сказать, что да, я там узнаю новую полезную и ценную информацию? Конечно, пропускать такие мероприятия не нужно. Нужно на них присутствовать. Потому что, как вот заметила Илья Владимировна, необходимо смоделировать ту или иную ситуацию и отработать ее на практике. Лучше в игровой форме, да, чем прочувствовать ее в жизни? Конечно, смоделировать ситуацию, отработать ее. Это лучше запоминается у детей. Ну, соответственно, теорию ее тоже никто не исключает. Теория тоже необходима. И уже осознанно после таких, ну, видно в глазах ребенка, что он осознанно уже воспринимает проработанную ситуацию. И, соответственно, он применит ее потом на улицах нашего города. Ну что же, в заключение программы я хочу предоставить заключительное слово. Ольга Владимировна, а что бы вы хотели сказать детям, родителям, конечно же, педагогам, вот в рамках разговора нашего сегодняшнего темы «Месячник безопасности», о чем нужно знать прежде всего, переступая порог школы, когда ты приходишь на занятие, ну, конечно, покидая ее? — Хотелось бы сказать и напомнить о том, что дети — это наша главная ценность, это наше будущее. И мы, конечно же, взрослые должны стоять на страже их безопасного детства. И приложить к этому все усилия для того, чтобы ничего плохого с нашими детьми не случилось. — Для этого работает. — А сама окружающая среда вокруг любого человека, она в любом случае может нести угрозу. Напрямую или косвенно мы можем столкнуться с этим. Поэтому, конечно же, нужно учить ребенка, учить ребенка ощущать себя в пространстве, чувствовать себя в пространстве, не быть оторванным, не погружаться в интернет-пространство, когда он находится среди людей, среди машин, среди каких-то других предметов. Он должен реально чувствовать обстановку вокруг себя. Это очень важно. — Ну, а родителям первоклассников, наверное, стоит обязательно пожелать и напомнить, быть более бдительными, да. Конечно же, отработать дорогу до школы со своими детьми туда и обратно. Ну, возможно, взять отпуск на месяц сентябрь, чтобы ребенок запомнил все перекрестки, дорогу в школу и мог уже ее безопасно пройти. И, конечно же, без наушников и без телефонов. Ну что же, благодарю вас, уважаемые гости, за интересную беседу. Спасибо вам большое за ваши квалифицированные ответы. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Поздравляем всех с началом учебного года знаний, успехов, удачи, конечно. Ну и помните о своей безопасности, дорогие дети, а родители следите за ними. Всего хорошего. До свидания. — До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова